КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ Словное минное поле напоминает одна из улиц Барнаула, но дело все в том, что еще несколько недель назад мастера подвели к домам газовые трубы под землей. Территорию обещали вернуть былой вид. Вот только обещания, похоже, так и остались на словах. Смотрим картинку. В этом году они вырыли, все, а бы лишь бы закопали, вода пошла в гараж. Также вот видите улицу нашу, как нам ее взорвали. Удар на себя принял небольшой участок на пересечении улицы Школьной и третьего Амурского проезда. После себя жалуются жители и специалисты оставили полную разруху. Именно в этом месте, где сейчас стоят инициативные горожане, было покрытие ищебней асфальта. Теперь нет и этого, одно сплошное пешеходное бездорожье. В итоге до своих домов люди вынуждены пробираться по грязи и лужам. Именно в этом месте стали исчезать деньги автомобилистов. Те, кто внезапно влетает в яму, рискуют потратиться на ремонт подвески и колес. Минуя бесчисленные кабинеты чиновников, барнаульцы решили с экранов телевизоров лично обратиться к мастерам. Ведь обещали же, говорят. Вот так вот мы и ездим, посмотрите. Людям, чтобы идти на работу, они переобуваются в сапоги. Живем как в 17 веке. Главное, чтобы не получилось в результате, как на другой барнаульской дороге. Речь идет о улице 8 марта. Там дорожники провели глобальный ремонт. Заменили полотно, впрочем, его там особо и не было, и установили бордюрный камень. Получилось эффектно, но неэффективно. В результате спасибо, хотя сказать далеко не все пешеходы и водители. Почему, вот сейчас узнаете. Здесь углубление у нас есть специально, оно, кстати, постоянно заливается водичкой. Вот, буквально небольшой дождь был и уже лужа. Озеро круглый год. Этот водоем не исчез даже после ремонта полотна. Ведь местные так надеялись. Перейти с одной стороны, а точнее берега на другую, при этом не промочив ноги, миссия практически невыполнима, говорит Вячеслав. Бывают случаи, когда шоферы и вовсе не сбавляют скорость. Тогда подводный обстрел. Вновь попадают пешеходы, а заодно и ограды соседних строений. На грязный забор. Все, вся эта грязь постоянно здесь. И если машина припарковать здесь, я просто сейчас этого не сделал, то все это, все это практически сразу смыть бесполезно автомобиль. По мнению местных, приличная лужа образуется здесь из-за того, что в воде просто некуда уходить. Ливневая канализация проектом, видимо, не была предусмотрена. Не предусмотрели дорожники похожие пути водоотведения. Плюсом перепад уровня. В результате чаша наполняется под завязку. Барнаульцы надеялись, что ошибки будут исправлены. Ошиблись. Теперь вода размывает новенький асфальт. Вот и, к сожалению, было чуть меньше этой лужи. И дорога была хуже. Машины притормаживали, боясь попасть в яму. А сейчас на полной скорости вся эта лужа поливается. Исправлять недоработки, скорее всего, предстоит тем же мастерам, что и делали дорогу, уверяет наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь. В данной ситуации, скорее всего, именно подрядной организацией были допущены ошибки, а именно не было предусмотрено фактический вывод воды с дороги в какие-либо канализационные устройства. Если данная ошибка была допущена все-таки подрядной организацией, то и переделывать данную дорогу должна будет подрядная организация за свой счет. На этом у нас все. Напоминаю телефон нашей редакции в Барнауле прежней 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. Субтитры создавал DimaTorzok